Барнавил опередил по стоимости жилья Москву, потому что у нас в городе спрос превышает предложение. То есть у нас предложения на самом деле очень мало. У нас очень много покупают квартиры, семьи можно сказать. Допустим, у людей нет денег, материнский капитал идет как первоначальный взнос. Конечно, еще простимулировала льготная ипотека, это вот семейная ипотека. Сейчас уже планируют сделать по 3% семейную ипотеку, конечно, люди этим воспользуются. Спрос превышает предложение, потому что у нас очень мало на самом деле застроек, очень мало хороших, надежных застройщиков. Допустим, места ведь у нас уже не так сильно много под застройку. Почему у нас теперь стали строить возле Леруа, которая напалась в контракте? Потому что земли не осталось. И строят один-два дома, и все, естественно, моментально там все раскупается. В Москве очень большой выбор квартир, очень много домов, очень много застроек. Застройщики предлагают всевозможные скидки. У нас в Барнауле не так выбора много, и, соответственно, спрос здесь больше. На данный момент у застройщиков более 2000 квартир имеется в свободном доступе, то есть те квартиры, которые можно купить. Сейчас по продажам более-менее все устаканилось, и нет такого бешеного спроса. То есть если возьмем, когда, февраль, даже январь, да, январь-февраль, вообще покупать нечего было. Сейчас, если посмотреть, некоторые квартиры стояками свободные. Роста цены в Барнауле у нас, я думаю, дальше не предвидится. Хоть и сейчас делают дополнительные господдержки, также по субсидированию на ипотеку, у нас в основном люди все равно берут в ипотеку. За наличное это очень редко. Ипотека играет очень большой фактор. И я думаю, рост он остановится, в принципе, он уже остановился. Идет только на снижение, но не от застройщиков, только на вторичное. Цена на первичное жилье, я думаю, уже не снизится.